Роскомнадзору удалось добиться более медленной работы мессенджера Телеграм, который ведомство пытается заблокировать на протяжении года. Об этом заявил сам глава ведомства. Короче, после успеха с Телеграмом нам поручили новое задание. Новый русский интернет. Ну что ж, коллеги, как говорится, с большой силой приходит большая ответственность. Человек-паук? Чей-то? Ну, цитата Человека-паука. В смысле? Ну, во франшизе Человека-паука была такая цитата. Ты с каждым словом все усложняюще усложняешь. Поэтому ждут вас предложения, давай, Человек-паук. Ай, ты добился все-таки своего, да? Давай. В общем, я считаю, что нужен сайт, куда люди будут грузить видеоролики. Сайт видеоролики.рф. Значит, человек подает заявку, в течение пяти дней она рассматривается, и при успешной авторизации в интернете с помощью паспорта, да... Ох, началось. Ну, это само собой как бы. Но самое главное, там не будет дизлайков. Он просто вел ютуб-аккаунт одного чиновника, а потом у него Навальный нашел дачу, и потом все потекло, посыпалось вот это все. Люди смотрят ютуб, как мы их переманим. Ммм, это вообще не проблема для наших пиарщиков. Устроим всероссийский конкурс. Россия – страна великих... ...видеороликов. А? Ха-ха. А что, распишем положение, подключим министерство, обяжем бюджетников. И три-четыре каких-нибудь приза, что сейчас молодежь любит. Airpods? Беспроводная технология. Ну, новейшая беспроводная технология от Apple. А, Apple? Ну, я знаю, что такое Airpods. Конечно, Airpods. Воздушный подс. Так, все. Оставить шутки. Подарим какие-нибудь безделушки. Ну да, закажем что-нибудь из Китая, с Алиэкспресс. А что нам Китай-то кормить, а? У нас что, своих нет людей, которые смогут делать то же самое? Есть тюмбельцы в Амурской, в Магаданской области, в других сплетных колониях. Не знаю, резные шахматы, резные нарды, резные двери для бани, резные ки... Это офигенно! Давайте назовем это Ау-Експресс. В общем, есть еще одна идея. Люди просто обожают выкладывать фотографии в социальные сети. Но для этого есть контакт. Но он стрёмный. Поэтому люди пользуются Инстаграмом. Так, ты что от меня хочешь вообще? Я не могу понять. Ну, короче, сайт, куда люди будут выкладывать свои любимые фотографии. Смотрите. Это уже готовый сайт? Да, Google.com. Ну, я взял фотографии для наглядности. Неважно. Короче, самое главное, что при регистрации они должны указывать свой ИНН. Это зачем? Ну, люди же часто фоткаются на фоне городских сооружений. И поэтому было бы логично брать с них налог. Потому что они используют изображение и как бы здание. Понимаете? Это же селфи-сбор. Да, да, да. Вам не кажется, что вы все усложняете? Можно просто брать зарубежные сайты и переделать их на русский. Например, Тиндер. Ну, короче, это такой сайт, люди знакомые сообщают. Знаю, что такое Тиндер. Да, я его просто скачал для секса. А что, если нам самим не сделать такое приложение, а? Разведенки.рф. С вами поедешь вправо и сразу совпадение. И какого выбора? Ну, какой выбор у Разведенок? Часики-то тикают. Да, кстати, мне кажется, слоган на приложение будет, короче. Да, можно, типа, столько только влево сделать, типа, пошел, типа, налево. Это очень грубо. Да, смеяться над тем, что половину браков из этого разваливаются. Это я не допустим, я бы сказал даже, так не вижу, это трагедия. Короче, у меня достала эта показуха, вы просто делаете это для галочки. Вот вам главное, что на бумаге все было классно, а на деле вот полная фигня. Поздравляю, вы прошли проверку. Проверку? Мы целый год вас проверяли. Серьезно? Ну да, это проверка была, конечно. А я-то думал уже, чтобы... Сейчас в 12-й кабинет идите и там подпишите бумаги, ладно, хорошо? Спасибо. Молодец. Убольняй нахуй его.